Сточные канализационные воды прямиком попадают в Сардарьё, Шардаринское водохранилище. Провести расследование вопиющего инцидента местные жители просили не раз. Однако, когда журналисты приехали в Шардару, заявители говорить на камеру вдруг отказались. Вопросы пришлось задавать сотрудникам ГКП «Шардара-сервис». Это предприятие обслуживает все канализационно-насосные станции, очистное сооружение, а также контролирует работу коллекторов. Директор ГКП «Шардара-сервис» Курмангазы Акбара предлагает сразу поехать на объекты. Первая канализационно-насосная станция. Она работает в автоматическом режиме. После сбора сточных вод в необходимом количестве станция выключается сама, затем снова включается. Оправность проектной документации рассчитана на 2000 кубов в час. А на сегодняшний день, я говорю, она охвачена 27-28%. Электричество, если когда отключается, рядом стоит у нас дизельная станция. А если даже и дизельная и электричество вообще отсутствует, есть аварийный колодец отсюда, а с машиной мы. Но у нас не было еще такого. С канализационно-насосной станции видна часть Шардаринского водохранилища. По словам директора, сточная вода сбрасывается в этот коллектор. А то, что люди говорят, что сточные воды прямо стекают в водохранилище, это неправда. Они имеют в виду застоявшиеся воды в низине. Здесь собирается талая вода. Нам также показали работу очистительного сооружения, которое расположено неподалеку от нового микрорайона А7. Здесь производится очистка источных вод, поступающих из трех канализационных насосных станций. Курмагазей Акбаров показывает, как производится очистка. Как заверил руководитель, все работы проводятся согласно требованиям. Мы находимся сейчас в канализационно-очистительном сооружении города Чардари. Производительная мощность сооружения 2000 кубов в час. А в данный момент у нас всего лишь получается 200-300 кубов. Сейчас поступает стоп. Это вообще на перспективе 2000 кубов. Сейчас идет вторая половина строительства канализационной системы. Аэрация идет здесь, бактерицидные установки установлены. Полноценная очистка идет. Но насчет биологической очистки у нас сейчас в данный момент нет возможности, потому что фекала мало и биологической очистки нет. По городу несколько машин. С ними только одна машина у нас имеет договор с нами. Остальные сами заключают договор. А куда они сливают? Это нам неизвестно. Чтобы очистительное сооружение заработало на полную мощность, районному Акимату необходимо провести канализацию во все дома и здания, расположенные на территории города Чардаре. Тогда уже точно никто не будет сомневаться в том, что сточные воды прямиком поступают в канализационные насосные станции, затем в очистительные сооружения, а не в Сырдарью и Шардаринское водохранилище. Шанар Уразова, Талгат Абдинабиев, Саид Ахмедов, информационная служба телекомпании ОТРАР.